Да Понимаешь, это не книжная мудрость какая-то А ошибки тут могут быть не так Я там поднялся, что это путь Который вывел на такую машину Столько людей, столько друзей Столько врагов Иметь много врагов, когда ты невиновен Это большая-большая милость от Бога Это все те, которые притут венок Да Вот сейчас Ирину Гришину Так и долбят со всех сторон Она их всех уже заблокировала А они находят способы Создают сообщества такие, другие И туда ее добавляют без ее ведома И пишут, и пишут ей Уже угрожают тюрьмой, камерой Мне и ей Она говорит, и ваш учитель, камера вас ждет В разные Мне это давно Кто у дверей стоят, пришли, выйди попробуй Никого нету Что сделаешь-то? Это милость Божия Гнали меня, будет гнать и вас Христос сказал это Накручивают и накручивают Накручивают, то есть там между собой И действительно, думаешь, тоже польза есть Они хотя бы занимаются в этот момент нами Другими не занимаются На меня сейчас выходят И ролик за роликом выставляют И уже, видимо, наполнил Там куча роликов против меня Я открыл второй У него, как сказать Я не знаю, канал или не канал А где, куда Вставляется ДС ДС, а я вообще его не открываю Не смотрю и не знаю, что там делается Я могу закрыть А я говорю, нет Пока он здесь, он меньше зла надел И все, они могут вылезти Мы признаем, что там вне церкви Как будто где-то спасаются Пять церквей Там то про Святого Духа То про Теперь зацепились за Трои Персии Что элемент ереси За это зацепились Потом И вообще Крутятся вот на одном месте Крутятся-крутятся Все, ничего не Они нашли цель для своей жизни Цель жизни Нашли еретиков Да То есть Они всегда попадали в цель А здесь ничего этого нет Почему? Потому что мы истинно православные Любим Слово Божие Святых Отцов Каноны Церкви Они ничего не могут сказать И они Заходят А у них нет Икон Я говорю Ну зайди А это ради нас только повесили Я говорю Так вы людей спросите Ну всякие Так у них епископа нету Лакаша приезжала А потом, говорит Палками его гонят Пока за деревню не выгонят Я один освободился здесь Отец Владимир Ну и он где-то недалеко от нас Там может быть Степный Есть И сидел в тюрьме В местном СИЗО А я ему помогал Что принести Ходил ходатайствовать за него Он В Китманово село Был поставлен И там Деньги отпущенные на дом Он туда как-то взял жену О том то ли продал Там были машины Что-то такое Ну его судить А которые подали судить Я пошел и сказал Это не надо Он уже сидит Ему и так там плохо Он уже отдал все Его Мне устроили там встречи Следователь его Вызвал его И меня И я ему Сказал Вы подпишите бумаги Что все отдали А потом в газете было Статья этого следователя Он говорит Пока проповедник говорил Он соглашался Но проповедник только вышел За дверью он говорит Ну как я отдам Когда это мое Вот такой Говорит характер Того кто взял Хоть с рукой отрывай Ну и вот Суртаев Фамилия его Ну и когда он вышел И стал к нам ходить На валение А его сестра Она Ну я-то Имея близкие отношения С прокурором Края Куда написать Пошел К епископу И говорю Вы Епископ Антоний был Я говорю Заберите на него Жалобы И он будет свободен Нет Пусть кто другое сделает И что интересно Кто в этом участвовал Вот Все погибли Вот Один из них Амосов был Он как Концнащевц был В епархии Или что-то Шофер его убил Шофер Другой там Тридцать с лишним лет Ему было Капранов Фамилия Как этот Танцор Орет И здесь Он в Заринске был Тридцать один или сорок один Год ему Умер внезапно И Полный такой Везде разгром Почему А я ходил Его выпустили И когда он Ходил Я говорю Отец Владимир Сам-то не снятый А вы Говорили Что у нас икон нет Да Говорил А зачем Что к вам не ходили А вот и здесь То же самое А потом Говорили Говорили Зачем Что к вам не ходили А теперь Ты сам ходишь Ну что сказать На это Ну вот такой Ну Дальше Как у нас Один говорил Только нам Плевать да забыть Нашли сейчас Обвинение такое Что Законники Они говорят Законники Делают то Во что они верят Обвинение в том Что мы делаем То во что Сами не верим Если я законник В вашем смысле Это ругательство То скажи Павел передает Говорит Привет Законнику Зине Зачем передают Законнику А напротив Беззаконник Я вот буду называть Что там Василий Иван Беззаконник Иван Я ну вот так вот уговорил Он говорит Ну вы законник Игнатий Я говорю А тебя как звать то Напротив Беззаконник Теперь я везде Буду вас приветствовать А это вот стоит у нас Знакомый Беззаконник Петр А вы меня называете Законник Игнатий Напротив Это слово Только одно Осталось Беззаконник А раз я законник слово для вас ругательное, то значит остается только беззаконник. Законник меня ругать не будет, а беззаконник будет, потому что он не соблюдает, он виновен, ему приговор вынесен. Да, да, да. В то, что говорят, почему говорят они, вопреки канонам и церкви, писанию не приступают к причастию каждый день? Вот обвинение такое. А почему, скажи, а почему, когда князь Владимир крестил и у старобрядцев сохранилось? Только четыре раза во время апостолов. Почему? Поговорите с греками, чтобы каждый день причащаться. Апостолы сколько раз со Христом причастились? Один раз. Только один раз. Златоуз говорит, иные причащаются один раз в году, иногда один раз за два года. Мы смотрим не на чистоту, а на готовность. Такие материалы-то у нас есть. Это вот пасленников там все с Игнатьем причином мучаются. И говорит правильно, но никуда не выводит. Он на одном месте. Вот что-то подумал, запиши. Да что буду грязь развозить-то? Да, подумал неправильно. Я тут уже на молитве сказал, Господи, прости, как я от Кронштадтский-то? Я так огневался на дьякона, но я помолился, и Бог простил меня. Женщина стала там крещать с ребенком, я так огневался, но я помолился, и Господь простил меня. Вот вера какая. Он ответ получает, и знает, что он прощенный. И не скрывает. Вот вышел дьяка, наложил столько ладану, дым, а у меня там 18 камелавок, и каждая дорого стоит. А потом я подумал, да мне уже одну не сносить никогда, уже 70 лет. И он открыто это в записках пишет. И он этим делает это более приятнее. Мне как-то сказали, а вы знаете, патриарх-то, Кирилл-то, он с собакой гуляет. Вот это патриарх, с собакой гуляет. Я его еще больше полюбил. С собакой-то гуляет, это шервой человек. У меня собака была, мы ездили с собакой, она охраняет. Плохо, когда двуногие собаки нападают. А то он, говорит, бегом даже бегает. Еще больше полюбил. Так они обвиняют, говорят. Вот Игнатий молится с еретиками. А им Иван говорит, так патриарх Кирилл, он молится с католиками, под благословение подходит. То есть вы на него, он вам ответить не может, вы на него прыгаете. А на патриарха не прыгаете. То есть лицемеры. Получается. А что они скажут? Я нигде ни разу не сказал аминь там, где говорят не по-православному. Если такие еретики приехали, мы вышли в коридор, отвернулись на восток и там помолились. А когда говорят отче наш, я как могу сказать не аминь? Это не еретики. В этот момент они святее нас. Главное, такие детские обвинения, которые вообще такие простые, вообще не понимают, о чем говорят. Они думают, что все это ближе глупые, как они. Вот главное, что раз ничего нету, это надо радоваться. Они ничего найти не могут. Но я вспоминаю житье Тарасия, помнишь, умирал. Демона окружили, показывают, написано, написано, он только прошел. Все вы лжете. Ничего этого не было. И помер. Все на том, что они даже текст не могут прочитать. То есть все обвинения строят на том, на своих измышлениях. То есть они текст читают, не могут его напрямую прочитать, как там написано. И свое накручивает. И теперь обвинения. То есть, в чистом виде клевета. Я все обвинения их прочитал, все клеветнические. Все неправда. А клеветей кто? Иван Галетяна 8,44. Он лжец, отец лжи. Сошел в великой ярости к вам, говорит, ища кого поглотить. Ну что? Это у них такая... Господь допускает это. У них другого нету. И вот их только одного троня. Они друг друга выдавать будут. Все рассказывать. Там дружба быть не может. Дружба там, где Бог. Где Дух Святой. Бывает иногда прям руку я протянул. И сам не знаю, почему отдернул. Вот она состеренкой... Сестра одна говорит. Валентина Апанасьевна Шитикова. Ее мать дома оставила. Там уходит на работу с отцом. И она только ушли. Ну ей лет пять. И в это время кто-то стучит. Она подошла. Кто? Девочка. Это я принес там конфеты тебе. Мама послала. Открой. Я, говорит, за щеколку стала брать. Меня как-то ударил по руке. Я отлетела. И не открыла. Чужой дядька. Пятилетний ребенок. Девочка. Еще бы было. Вот как Бог делает. Поэтому она не сломала ни руку, ни ногу отлетела. Испугалась тогда сразу. А тот подождал. Видите, никого нету. А ломать дверь не стал. Так что это хорошо, что они на нас нападают. Мы можем помолиться и сказать. Не вменеем всей грех и зависть. Они внутри себя-то, когда где-то бывает, скажут, что же мы ничего у них не найдем. Так вы прочитайте по ним, скажут. Что там пишут. Откройте Википедию. Поговорите, что говорит митрополит, где они находят. А жаловали. Жаловали. Что? Так он за них. Это ответили Дворкину, кажется. Вот и все. Там Новопаршин. Я же говорил, как с Новопаршиным. Когда на него там заметили, он в ночной темноте, в полусумраке, встречается с молодежью, ну и всякие гадости. И мне один сразу написал. Я у него исповедался, сейчас не хочу. Что мне делать? Я ему отвечаю. Ты уверен на сто процентов? Нет. А мой брат, отец Исааки, учился с ним вместе на одном курсе. И этого не может быть. Не может. Но ты не знаешь этого. А раз не знаешь, не ходи. Зачем сомневаться? Пока молись, исповедуйся у другого. А когда ты узнаешь, что это не так, тогда пойди к нему, исповедуйся и скажи, батюшка, я вас судил. Не забудь сказать, что я тебя на это научил. И попроси у него прощения. И все встало на место. Никто никого не обманул. И, видимо, так и было. И Новопашин меня никогда не трогал. Ему это если рассказали, он легко поймет, что я ему не враг. А ему зачем лишнее наживать-то? А у них там как миссионерский отдел имени Иринея Леонского. Почему? Ну так просто. Вот так. У нас на каждый день что-то есть. Мы на сайте поставили сейчас божественную проповедь. Теперь у нас сайт в нем три колора. То есть цвет красный, синий и белый. Это проповедь? Да. Проповедь. Божественная проповедь, да. Но у нас есть люди, и даже среди нашего содружества, которые не согласились с этим и буквально просто восставали. Даже сказали, мы очень удивлены, что кому-то в голову такое пришло. Ну не понравилось им, братьям. Ну и что не понравилось? Что я на своем ресурсе не имею права сделать, что хочу. Которое не противоречит Слову Божию. Тем более это не флаг. И флаг, я по флагу всегда рассказал. А это просто цвета. Вы воюете против цвета, которые Бог создал. Чтобы человек отличал. И где, какая вина? Кому где? Покажите. Это вы надуманно все делаете. А тут наоборот. Видишь, как показано. От смерти в жизнь. От смерти в жизнь. В небо. Из кровавой вот этого вакханалии выйти можно только молясь Богу. Небо. Мы думаем о Суде Божьем. Почему 20 глава 11 стих откровения об этом говорит. А когда смотришь другие плаги. Вот сколько штатов у Америки, там звездочки. В Германии там черное-то, уголь русский. Ну какое отношение имеет ко мне этот флаг, когда у нас угля нет? Ну если уголь есть, он останется весь, когда я умру. А этот российский флаг конкретно говорит о жизни и о Суде Божьем. Нету такого флага и не было никогда. А вот Власов, ну значит, Власов понимал и взял. А что он не поступал или неправильно, какое отношение к флагу это имеет? Он на него не оборачивался никогда. Дать такое полное толкование со святыми местами из Святой Библии. Это сделал только я, больше нигде этого нет. Что такое жизнь в крови и местописание? Я же сделал это. Что такое небо? Слово синий отсутствует в Библии, нет этого слова. Голубой. Голубой это и менее темный такой. Ну а белый это престол. И притом, как человек рождается, должен прожить. И не так, как у парижской коммуни боком стояло. Это ничего не говорит. А вот именно восходящий. И все это объяснено местами Святой Библии. А где вы взяли? Нигде не взял. Просто я увидел и мне мысль сразу, я сразу скорее записал. Ну вот сейчас все-таки продолжается у нас мобилизация. Ну частичная мобилизация объявлена в России. На Украине уже давно она идет тоже. Ну вы знаете все, что происходит. Люди много заходят с вопросами. И хотят как бы от вас тоже получить какой-либо комментарий. Все-таки как относиться сейчас к этому? Вот уже прошло сколько? Более полугода даже прошло. Уже наверное 8 месяцев прошло, как это все началось. У вас не изменилось мнение по тому, что происходит? Как вы до этого говорили, что сейчас? Да. Как? Потому что то, что я доберу за основу, оно не меняется. Оно вечное. И вот прочитайте еще раз медленно. И Пророка Иеремия 48-10. 48 глава 10-й тих. В этом все. И которые я скидывал материалы. Я скидывал материалы там, где Никифор говорится. Прочитайте это. По крещению. Я специально вам говорил, если беседа будет, вот эти материалы надо взять. Найдете, нет? Вы мне не сбрасывали? Сбрасывал. Сбрасывал. Полностью все сбрасывал. А когда вы? Когда? Может быть дня 2-3. Когда готовилась беседа, я говорю, вот это, если будет у нас беседа. А, понял, понял, да, да, да. С Никитой. Вставал я. Что тут такое? Да, мне с Никитой пришло. Я говорю, вот это вас за основу брать. Посмотрите. Там архиепископ говорит. 200 лет назад. Что они делали? Засчитайте. То и другое. Я ничего не меняю. И моего там ничего нету. И поэтому дальше, дальше, что нужно, Господь делает. А мне только молиться, да будет воля твоя святая. Да, вот. Выдержка из православного вестника. Окружного послания Никифора. Архиепископа славянского и херсонского. 1754 года. Как его звать? Никифор. Никифор. Дальше. Церковь православная везде и всегда крестила и крестит только через погружение. Так, по порядку. Я буду рукой бахать. Согласен с этим? Ну, он знает в то время. Это 200... В каком году это было сказано? Написал. 1754 год. Ну, это 200 лет назад. 250 лет назад. 250 лет назад уже отравлена вся Россия была Украиной. Отравлена. И вот теперь наступил момент. Никакого отношения это не имеет ни к Азову, ни к местным организациям. Это имеет отношение только к Богу. За Божьи дела. А они говорят, вот у вас там хуже живут. Какое вам дело? Мы говорим не о стране, не о границах. Мы говорим о Божьем промысле. Поэтому мы говорим о прошлом и будущем. Бог дал эту власть там рассуждать. Итак, что дальше? А что и во всей Малороссии, Украине, прежде таким же образом крестили младенцев, в том нет никакого сомнения. То есть полное погружение. До этого крестили. Святой Владимир и царствуя в Киеве принял веру и все обряды церковные у греков заимствовал, которые прежде и теперь крещают через погружение. Тогда, 250 лет назад. Странным кажется после этого, что те, которые имели учителей греков и которых крестили греки, крещаются теперь не через погружение. Ну, это не я говорю, архиепископ. Я это говорю, причина вот в чем. Сейчас это причина. Вот это военная там как операция называют или что-то. Почему она? И она не закончится, пока Господь не изольет всю эту реку крови. А из-за них миллионы людей погибли. Из-за этих вот людей, которые изменили все. Это Божье дело или нет? Ну, любое дело можно опровергать. Но крещение, таинство, ну, прочее все причащение там, скажите. Это все оттуда. Что они бреются, это все оттуда пришло. И вот теперь это возмездие Божье. Меч Божий опустился. Я что могу сказать? Я верующий. Я не просто верующий. Я считаю Библию. Для православных это невместимое уже. И дальше что? Никифор пишет. Впрочем, думаем не без основания, что крестить посредством обливания стали первоначально в Киеве. А потом во всей Малороссии. Все. Это говорит архиепископ, который херсонский. И как ему это не знать? И он говорит, там они, а теперь Украина. Здесь священников из десяти, примерно, восемь украинцы. Хохлы называют их. Они все перепортили. Это не мое правило. Божье они перепортили. Они католичные. Ну, где есть униаты? Униаты только там. Униаты, они уже папы там все вместе. Я не против, что поминают. Но зачем брать плохое от них? У меня есть две статьи. Человек-убийство и ложь в Ватикан и гордость папства. И третья статья там надежда или там трагедия. Фатимская. Фатимская весть. Надежда или трагедия. Да. Вот такие материалы. Пусть найдут где-то еще. Дальше. Такое отступление произошло с того времени, когда униаты завладели киевской митрополией. Вот киевская, а Киев остался. И называют Малороссия, то есть Малая Россия. Малая Россия называли. Белая Россия. Это Беларусь сохранилась. А здесь Украина, то есть с краю она, на краю находится. И искажение прямо называют словами. Какое? Вот последнее предложение. Прочитайте еще раз. Такое отступление произошло с того времени, когда униаты завладели киевской митрополией. Вот и все. Это оттуда пришло. А вы это все проглотили и Россию заразили этим. Россия, как говорят, старший брат ваш. А они начинают вот там-то, там-то. Я об этом ничего не говорю. Я говорю вот о чем. Я о божественной стороне говорю. Они виновны в том, что миллионы людей, может, погибли в аду, находятся из-за них. Некрещеные умирали. Вот это брызгать водой, это не крещение, это безумие. О ком? Патриарх России. И второй Ридигер говорит. Симония. Еще и за деньги. Жадность такая. Я много ездил в миссионерской поездке. Более жадных людей, чем в Украине, не встречал нигде в Европе. Вот увидит я в библиотеку. Дай мне. Любой сторож. Я говорю, я это назначаю для Стокгольма. Это мне для Финляндии. Дай мне, иначе я не пропущу. У меня есть на собаку карантинная бумага. Сказали, нужна синяя. А нам белая нужна. А я заранее две сделал. А вот вам белая. Он не знает, что сказать. Ну, обратно поедешь, для меня оставь одну. Полный комплект 750 евро. Где я возьму? Мы подарили на 35 миллионов рублей. В городах, главных городах Украины находится. Белоруссия. Польша там. Ну, всех государств уже. Какая наша беда? Дальше считаем. В римской церкви до 12 века крестили посредством погружения. Католики до 12-го. Это не я говорю, архиепископ так дальше не говорит. Никифор, и что дальше? А потом начали крестить не только через заболевание, но и через закрапление. Велосипедным насосом. Велосипедным насосом. Он берет воду. Ребятички, когда друг друга обращаются. И вот так вот. На кого-то капля попала. А то уже обезумели полностью. Сектанты, баптисты ни одного так не крестили. Хотя прокидывают на взлищи, на спину. Это неправильно. Это положение во гроб. Надо прямо, как Христос умирал, ноги под... Прижимать только это, склоняясь на коленах. И дальше. Из всего следует, что из всех православных одни только малоросы, то есть украинцы, отменив погружение, крещают под средством обливания. Вот и все. Божье дело делают они как? Не брежда. Искажение. Вы проклятые за это. Кто? Бог проклинает. Теперь 48-10. Тут пока заметьте. Кавычки закрыты. А теперь, считай, Иеремия 48-10. Да, сейчас. 48-10. Давай. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Так вот, дело любой. Дом строит, хлеб пищет. Все Божье. Но конкретно это делает и неверующее. Но таинство делает только священство. И люди-то, не зная этого, доверяются. И они не крещены умирают. И умирают нисколько-то, а уже 250 лет. Это сколько поколений загнали в преисподнюю? Оно и так при... Где вы нашли, что так? Если ты жулик, почему я должен поклоняться по твою длань? Это все оттуда. А вы слышали, вот говорят, хохлы. Это хохол на голове, вот показывают, пишут султану письмо где-то. А они называют кацап. Что такое кацап? Ну, цап это козел. Козел, а как, как, как? Как козел? Согласны. Мы сказали вам, вы хохлы. У нас, я не знал, украинцы, хохлы. Хохолок на голове. А кацап, это с бородой козел. Христос, значит, с бородой. Пророки с бородами. Давид с бородой. Все апостолы с бородами. Святые отцы с бородами. Это что, все козлы? Они и тут грешат безумно. Кого называют? У русских с бородами. Ну да, у нас и писатели с бородами. Посмотри, как, у Достоевского какая борода. У Льва Толстого, Некрасова. Я буду говорить. Да что говорить про бороду? Посмотри, даже вожди атеизма. Карл Марс, Фридрих Энгельс, Ленин. Все с бородами. И главное, союз борьбы за освобождение рабочего класса. Старшему 30 лет, 7 человек. Там Бабушкин, старшему Ленину, Ульянову, Владимиру Ильичу. 30 лет старшему. Все с бородами до одного. И не видно, что подстрижены. Вот и все. Дальше. Они делают дело Господне как? Небрежно. Небрежно. То есть, как попало. Так это что-то, что-то. А из-за этого гибнут люди. Одна душа по твоей небрежности, златоуз говорит, погибнет. Тебе, о священник, не хватит всей жизни рассчитаться за нее. Их миллионы погибло из-за них. И Господь положил предел. Это от Бога. И поэтому, а кто там боюет с ними? Кто? А как же напал Гитлер? Точно так же. Так и защищались. Точно так же. И они никогда не отрицают, что погубили 5,5 раз больше солдат в России, чем немцы, которые пришли. Я недавно говорил об этом. Есть такая данная статья. Статья кто, сколько, чего и когда. Ну и я просчитал это и взял, просчитал на это. Вот послушайте внимательно. Чтобы вы поняли, как мы своих любим. Вот. Покрышкин. Трижды герой. За 17 сбитых самолетов героя. 53. Но больше всех. Вот. Забил. Это Кожедуб, Иван. 64. Запомни. 53 и 64. А больше всех. Это Хартман Эррик. Эрик. 352. 352. Дальше. Другой немец там. Баренхотт какой-то. Герхард. 311. 311. Ральгюнтер. 275. Клантальта Отто. Там 267. 104. Больше 100. Ну и дальше. 6582 только эти сбили. Тысяч. И здесь считаем кто. Финский один. Тут показывают его как. Уй, но. 94. Японский. 87. То есть в других странах были. А так сколько он героев-то бы получил. Как бы там. Татмера-то. То есть понимают, это не простое дело. 17 самолетов сбить. Так 53, 64. А там 305. 352. Я говорю. Не как-то. Прямо. Как. Как тут написано у них. А кто-то говорит. Да это нет. Нет. Это так. И говорят. Какая причина советская. Что. Мало времени учили. 5 часов на вылет. Он самолет не знает как посадить. А у них допустим 150 часов. Да у них опыт какой Европу захватили. И они так и говорят. И самолет вместе с Шмидтом с этим не приходилось сравнить. Он на километр или больше поднимался. И он оттуда через заблака веет летит. А это так глядается налево-направо. И он прям сверху сразу бьет его. И научились. Ну я просто объясняю. Мера должна быть одна. А нет. От этого ничего не зависит. Если я расскажу правду. И вот правда. Вот которую я считаю. Они делали небрежно. И прокляты оказались. И по этому проклятию наступил предел. И Господь делает так. А через кого? Ну в данном случае мы знаем от кого. Не будем называть. Я беру только с этой стороны. А что там они бывают. Солдаты делают не так. Там кого-то насилуют. Я про это ничего не говорю. Вы разбирайтесь сами. Но я говорю. Причина вот какая. Он сам того не знает. Который теперь наказывает их. Ему никто не сказал. А ему советники посоветовали. Потому что ракеты подвозят с самой границы. У нас выбора нет. Через 5 минут над Москвой уже ракеты. И поэтому отодвинуть надо. Это они говорят. Я ничего не опровергаю. Не одобряю. Вот отношение к тому что там делается. С божественной стороны. А дальше. 48-10. И проклят. Кто удерживает меч его от крови. Вот. Проклят. Я не хочу быть проклятым. Поэтому говорю. Молитесь. А дай Господи. Мира. Украине. Нет. Они должны сдаться только. И все. Как было с Иеремией. А мы надеемся на Египет. А Египет говорит. Это трость. Кто на нее опирается. Она проткнет ему руку. А как? А у них была проегипетская политика. А он говорит. Откройте ворота. Это не патриотично. Кто-то сказал бы. Открой Москву Гитлеру. Его бы расстреляли сразу. Но Библия говорит именно так. И они что? Добились свободы? Нет. Они потеряли все. И храм потеряли. И таинства какие-то пододашнего были. Все абсолютно. Не знают, что делать. Мы знаем. Молиться. Мы каждый день молимся. Которых у нас взяли. Я показывал вам. Там грамоту Никите дали. День повара. Да, да, да. Мне прислали тоже. Вот так. Александр Попков все-то ко мне колотится. Так, и вопросы. Продолжаю читать. Никифора. Давай. Давай дальше. Сейчас вот слетело немножко. Сейчас. Вот. Вот они. Одни только малоросы украинцы, отменив погружение, крещают посредством обливания. А это самое подало случай раскольникам обличать нас в том, что мы, пренебрегшие преданием святых апостолов, которые без перемены содержатся во всей православной церкви, последовали обычаю папистов-католиков, которые в числе различных неправильных отменений дерзнули переменить святое крещение. Ну, это не я говорю. Это говорит архиепископ. Какое написано? Херсонский. Херсон-то где? Наверное, на сегодня известен этот город. Вот и все. Я ничего не говорю, кроме того, что уже написано и сказано. Они прокляты, и поэтому нельзя удерживать меч. А меч, который, наказание, которое идет, ракеты, погибли люди какие-то, это дело погибло. Они о душе это не рассуждают. Поэтому, если Бог угодит человек, он его берет раньше из жизни, чтобы не развратился. Это мы считаем премудростью Соломона. А люди, не знаю, это осудили. Вот Бог его, Бог услышал молитвы и стоны, которые здесь неправильно крещены, и вы сами, это гибель души. Проклятие двойное в одном стихе. Я больше ничего не говорю, кроме того, что говорит Бог и говорит архиепископ Херсонский Никифор. Вот и все. Вот. Дальше. Дальше. Божественный апостол Павел весьма похваляет коринфян за сохранение преданий с теми словами. Хвалю за вас, братья, что все мое помните, как я передал вам, и держите предание. Первое коринфянам 11.2. Второе фессалоникийцам 2.15. Так же там это написано, да? Да. Способ крещения посредством троекратного погружения есть предание апостольское, которое твердо и беспрекословно сохраняет вся православная церковь от времен апостолов даже до сего дня. Вот мы из тех людей, а они все приезжают оттуда, попы не крещеные, и они насаждают это, и притом крайне враждебны к русским. Вот здесь понищ, фамилия его Владислав прислали. И он то, которые священники уже приезжали к нам, служили, он сразу всем запретил. А он-то самостоятельный, митрополит на него повлиять никак не может. А это теперь разбили эту митрополию, это несколько частей-то. И он здесь против нас сразу объявил буквально войну. И все, ни одного священника больше нет. Он нас не видел, не встречался, его убрал Господь. Это оттуда они все такие. Они люто ненавидят нас. Вот об этом говорит патриарх Алексеевич. И все, и второй. Притом сакральные места Писания пропускают. Совершенно никак. Я пытался с ними говорить. Мертвы. Их нельзя уже. А у них как будто в десятом поколении прокляты уже. И вот сейчас возмездие Божие пришло на них. Мещ Божий. И его выдерживать нельзя. Только одно должны открыть ворота и смириться. Чтобы спасти души. Мы против войны. Мы не воюем. У нас никто оружие в руки не берет. Это понятно, что как мы говорим. Альтернативной основе. Но изменить обстановку нам не дано. А если там он пойдет, мы говорим, не стреляя. А тебя посадят десять лет. Хотя бы десять раз тебя убили. И тогда не убивай. В нашей группе никто не убивает. Никого нет. Мы против этого. И что там делают с людьми? Мы категорически против. Но они делают. Вот с ними разговаривайте. Но то, что я сказал, это в вопросе смотрится только так, как Господь сказал по этому каналу. Они нарушили небрежность наказания. Мещ сошелся. И он падает сейчас в виде всего, что делается. И удерживать его. То есть молитву Господа. Да не будет наказания там. Я не могу. Я могу говорить. Да будет воля Твоя. Если я молюсь, и молитву мою Бог слышит, и поэтому они погибают. Да Бог не слышит, тогда не надо бояться моей молитвы. У нас тут был один в Потеряевке. Но и к сыну приехал. Он, кажется, подполковник милиции. Да. Дружинин. Геннадий Петрович, Генпед звали. И он всякие кляузы писал там, везде докладывал. Ну, что попало? Что вот мне дали высшее авиационное училище, когда они его размонтировали. А на его месте сделали институт юридический, для милиции. Ну, а он-то жалобы писал и проще. Я ничего не мог больше сделать. Как только говорить и плакать. А он хвалился и говорит, выпьет все время. Я много зла могу сделать. У меня большие знакомые в милиции. Генерал-лейтенант Чернов, который всей Алтайским краем. А его раз. Под суд. Почему? Деньги, отпущенные милициям на квартиру, присвоили. Второй, который был Широков. Октябрь, сказали, он на прокурор. А я пошел прокурору края, сказал Пороскуну, его сразу сняли. И они там это закулись наделали. И должны были меня уведомлять. А они меня не уведомили. И на 40-й день черная заноза вошла в мозги этому Генпету. Все, умер. И, главное, приехала его жена. И мне пришлось домик этот покупать. Никто не берет. Вот там где сажаем теперь его кирпичом обложили. За три дома, кажется, от нашего храма. Все. У Бога все вымерено. И когда суд шел, то его сын говорит, уважаю, как-то, ваша честь. Я ни разу не сказал судье ваша честь. Нигде. А он, ваша честь. Вот Лапкин там говорил, и наши люди подслушали. Он сказал, мы молились за него, а против него, против моего отца, и он умер внезапно. Судья, такой статьи нету, что если молились, и он умер. А я думаю только, я потом, кажется, передали ему. Если ты так веришь, что моя молитва слышится Богом, берегись, чтобы я не стал против тебя молиться. А он от нас ушел, его там, видно, прикормили хорошо, еврейская организация ВНЗР, где есть полукровки, всем помочь выехать в Израиль. Под одним условием, чтобы никому о христе не говорили. И он его раздуло, как резиновый мужик сделался. Ну, движения нет, а еда хорошая. И мы вот в такой обстановке все устояли, никуда ничего не сдвинули. Вот он сказал, и вот наступила смерть, и все. Так он, вот так и везде. Где они клевещены, за клеветником всегда меч стоит рядом. И когда Бог уже видит, что покаяния нету, он просто срубает им голову все. Мне не надо ничего говорить, я только молюсь. И ни одному не просил наказания, а только не отпусти его из жизни без покаяния, Господи. А что он не нужен здесь, это вы... Его посылают там поговорить, чтобы горючее не разливали в деревне там это, на траву. Пришли, а он с ними гуляет, сидит. Видишь как? А я приехал к прокурору Рифорд, Юрий, кажется, Николаевич, над Мамонским районом. А он мне пачку показывает, а товарищ Дружинин, вот что написал. Я говорю, а почему мер не принимаете? Да что смотреть там, ерунда всякая. То есть мы образовали особое воинское отделение, которое мне расформировали авиационное училище, а у меня знакомые были там, а я вел занятия у них. И мне там 70 шинелей, кажется, 70 кителей, брюк, в которых я хожу где-то. Да, дали-то, и он говорит, а ну а звезды на буговках мы стерли, погоны сняли, а он, это особое, внутри государства особая группа, особый там спецназ, ну все, это городил и городил. А я ребятишек одел, а они хорошие кителя, хорошие просто, курсанты-то небольшие, видать, в ростом были, и легко носить, а комар не прокусывает. А мне что надо, да я ходил, они как солдаты швейки, ребятишки в лагере, и он даже это поддел. Мы идем за Христом, а вы как хотите, мы вам сказали, без Христа спасения нет. Вот, на меня пытались жаловаться мусульмане, прямо в зале, когда говорили о том, что толерантность не признают, а экстремистские высказывания, а у полномочия, ну тут был тогда-то, их по-другому сейчас называется, из юстиции, и говорят, а кто это? А он уже стоит там за кафтой, да вот он сидит в первом ряду, это Лапкин, мусульманами, имам там, и они никакого внимания не обратили, даже на эти слова, нигде еще нету, ну покажите хоть одно место. Вот он кричал, Аллах Акбар, а я говорю, Иисус Акбар, Иисус Велик, он второй раз, Аллах Акбар, я говорю, Иисус Акбар, вчера у меня один был такой, он сразу выскочил, и когда начинает чериться, а я покажу ему Библию, он такие глотозы страшные, сразу уходит. Они как огня боятся, креста и Иисус Акбар. А вот наш, ваше Иисус Акбар, и наш Иисус, это совершенно разные, между ними 1600 лет. Это я тоже нигде не узнал, путем исследования нашел. И сразу говорю, 19 сура, 28 аят, и у нас 6-20 исход. Сравни одно с другим. Вот я тут дочитаю сейчас немножко. Давай. Для чего же мы делаем упущение в столь важном деле? Вот. Почему и мы не сохраняем всего святого и апостольского предания, крещения через погружение? Ну вот теперь, когда там плен сидит и с ним разговаривает, вопрос этот не понимают. А он и тот не знает, тот не знает. Только вопрос вот стоит. Почему вы исказили таинство? Зачем вы заразили Россию? Только об этом, а не в чем-то другом. Что они делают? Да нет, там захватили. Это меня не касается. Это правители разбираются. Мы говорим о том, что вот они что сделали. Вот из-за чего все это идет. Да не уклонится сердце мое к извинению дел греховных. Псалом 144. Повинующимся и охотно имеющим исполнить это наше повеление обещаем Божие благословения, вечную славу и наше пастырское благословение. А то архиепископ говорит. И мы, он бы нас похвалил, что мы это придерживаемся. Правильное крещение в озере. Священник стоит вот так в воде. А они-то что покажут? Заразили всю Россию. А почему? Ну, если одно и то же. Так зачем в воду лезть? Это мокрые ладошки, плати деньги. Мозги по стенке. Если это действительно, то зачем тогда и делать, и погружать? Если равнозначно. Одинаково. В баню ходить, вот на один ноготь, одна капля, но на ноготь, да и ту сброшу. Я помылся, а Павел называет крещение баню паки бытия. То есть для будущего эта баня. Мы раздеты. Трижды крещение принимал. Под воду уходил? Конечно. Твоя Екатерина под воду уходила? Полностью, полностью. Отец, ответ Сергей Николаевич, тоже под воду? Ну, все. Я правильно его навеличал? Правильно, да. Ну, вот так. Все. Тем более, говорить с человеком, который все это видел. Сколько заплатили за крещение? Ну, нисколько. Но еще нам заплатили. Книги подарили там. Ну, вот и весь ответ. А какая разница? Большая разница. Мы никогда Украину не считали другим государством. Никогда. У нас вот Володя у меня Пащенко. Ну, ясно, что не русская фамилия. Это Хохляцкая. Вот. У батюшки Антоненко. Ну, по порядку-то посмотри маленько. И ты увидишь, как это. Вот мы ездили поездку-то. Савченко, а второй Крущина. И я один Лапкин только. Ну, все. Как мы родились? Мы в Украине были, когда все друзья там ждут меня. Я выступаю в церкви. Они там там аж на колокольне сидели. В разных городах. И везде подарили полный комплект книг. Для радости Господней. У нас очень хорошие друзья там. Хорошие. Приезжали оттуда, крещение принимали. Уже в престарелом возрасте, которое Голодомор помнили. Все. Так что Украина, это мы единый народ. А теперь убивают, вот вас берут. Убивают. Мы не убиваем. А в это вмешать, как я, проклят, то меч Господним держит от крови. Ну, а как? Вот наши, которые люди есть. А Никиту сколько раз ранили? Нету. Никиту. Колесико. Нисколько. А Игнатова Сергея сколько раз ранили? Нету. Так он с автоматом стоит. Уже в годах. Мимо обошло. Показывает разбитый, разбитый. А он стоит живой, нетронутый. Вот и ответы. У нас люди, которые близкие нам, которые захватила вот это, катаваси. Мы молимся ежедневно, еженочно об этой стране, чтобы Господь дал мир, исполнение заповедей Божьих. А что, удержи меч, да не будет наказания. Этого я не могу сказать. Это удерживание меча. Я верю в молитву, что Бог отвечает. Главное, чтобы примириться с Богом. То есть о мире с Богом молимся. В окно, площадка, дорога у нас и площадка на той стороне. И там драка. Жена увидела, говорит, там драка, на ножах дерутся. Я сам себя не помню. Я выскочил, кажется, босиком, перескочил дорогу. Прямо в середину вмешался и начал растаскивать вот так вот. Совершенно неправильно поступил. Но они перестали драться. И те, и другие ко мне относиться, стали провожать меня, говорит, со своими ножами. К ночью, когда иду. Но врагами они не стали. Я на это со стороны смотрю. Глупо поступил. Я мог там пасть. Но дальнейшее дело показало, что эти люди с той и другой стороны стали очень расположены ко мне. И жены их там, и дети. И какая сила. У меня силы такой не было растащить. Это как вот отец Арсений. Там у него была такая история. Когда он вмешался в это. И у меня это было. А вот считаешь, что там провожали. Преступники иногда узнавали, что он. Я сейчас, может, не назову даже. Он работал все время с заключенными. У меня вот книга даже его есть. Вот. Какой-то священник. И они его однажды раздели было, чтобы кто-то узнал его. Да это же батюшка такой. Там он с заключенными сделал себе вузы и ходил, сколько они в день проходят, и ходатайствовал, чтобы облегчить их жизнь. У меня такая же история. И меня провожали. Узнали, что это я. А вы думали, что встретиться? Конечно, нет. Они разграбят вагон. Масло там сколько вытащили. Ковры. А я иду с двумя собаками. И они меня настолько перепугались. Я сказал немедленно обратно в вагон все занести. А вагоны прямо напротив нашего дома. Пассажирские дальше идут. Которые грузовые прямо около нас. И останавливается красная световая другое. На таком месте неудобном жил. Или удобном. Все взяли. Утром уже милиция была у меня здесь. А милиция какая? Линейное отделение. Пять районов и линейное. Это отдельно. Вы знаете, кто вчера был? Откуда знаете? Сказали, что вы с собаками были и вы их видели. Я их не видел только. Я видеть-то видел в темноте, но я их узнал. И они обратно положили. Они дали мне слово, что больше никогда не будут здесь заниматься. Я только сказал здесь. И я вам раз ничего не скажу. Я не имею права ничего говорить. И так ушли. И они не сказали, что ты преступников защищаешь. Нет. Вам вернули товары на большую сумму. Будьте довольны. И у святых так же было. Они возвращали где сворованное. А кто своровал? Вам недостаточно все вернули? Я поступил так, как житие святых написано. Меня не ставили, как говорят. О, это Игнатий Следак настоящий. Это следователь. Там с кем-то беседую я, который вор попался. Меня как только не называют. Да, КГБ мне не один раз говорили. Вам бы только в нашей системе работать. Я люблю такой порядок, чтобы было везде. Но я избрал другой путь. У меня, видишь как, КГБ. Я могу расшифровать. Как Господа Бога славить. КГБ. А они, когда у меня все же открыли. Они не знали, где машинка Украина стоит. Открыли. А там написано, открыли. А машинки-то уже нет. Была машина-то? Да, кажется, была или нет. Я говорю, опоздали. Комарилия гнусных безбожников. Ну, это Игнатий Тихонович зря. Я говорю, я это сам вижу, что зря. Я уже понял. Главное, в туалет сходить. Меня подполковник повел на улице. Я говорю, пусть кто-нибудь назовет, чтобы его в туалет подполковник КГБ возил. Не просто подполковника. Я его прозвище дал. Настоящий, как его назвать, интеллигент. Очень хорошее отношение. Перезвонили потом. И он, когда меня второй раз арестовали, он пришел и говорит, вы Лапкина арестовали? Да что вы делаете? Какое он зло сделал? А потом мне, когда вернулся, говорит, знаете, Игнатий Тихонович, дураков у нас у вас хватает. Я говорю, а мне это на пользу Юрия Николаевича. Никулин, фамилия его. Вот так. Ну что, вопросы решаются? Ну да, все решаются вопросы. Нам не надо крышевать никого. Крыша наша, Господь. Покров. Мы знаем, Господа, и на это достаточно. И за что? Я это абсолютно точно знаю. Потому что проклят, делающий дело, Господне небрежно. Не то, что там границу мешает. Давайте. Это ваше дело. Я не политик. Я верующий христианин. И говорю, проклятие я вам описал. А когда они рассуждают, которые там допрашивают пленных, никогда не говорят про это. Никогда. Да и не знают. Ни те, ни другие. А вот это, что я расскажу, докажите. Докажите Богу, не мне. И посмотрите, что они как. Все таинства. Одна причина развода. А сегодня 12 причин. Хуже, чем у мусульман. Ну вот так у меня все. Ну все, Игнатик Иванович, благодарю. Все понятно. Аллилуйя. Отхожу. С Богом. С Богом. Продолжение следует...